Медиагруппа «Авангард» представляет У нас круглый стол номер два. Я прошу поприветствовать соведущего Лену Ткаченко. Добрый день. Все уже знают. Участников Анастасия Лабудская. Тоже представлять уже не приходится. И Евгения Мешкова. Она представляет у нас фонд «Сколково». Вообще это такой наш, скажем так, координатор очень многих наших действий. И Иван Янсон, Сбербанк. По сути, все вам известные люди. Эксперт года. По мнению программного комитета PKI Forum 2020. Коллеги, вообще тема сегодняшнего обсуждения, она, знаете, наверное, все-таки больше это обсуждение, нежели мы должны прийти к каким-то либо выводам, либо определить какие-то строки в декларацию, хотя это тоже возможно. И мы думали о том, о чем же беседовать, то есть о чем говорить и что, какую информацию донести. Причем мы сходились ставить предпосылки, что та аудитория, вы, кто здесь участвует, вы и так все знаете. Но в то же время предпосылку мы ставим под сомнение, потому что своей стороны, наверное, еще ставим цель проинформировать, возможно, еще о том, что, ну, какая-то информация вы не владеете. Будут ли инсайды? Ну, наверное, сегодня никаких инсайдов не будет. Хотя очень хочется построить диалог так, чтобы вот у нас микрофоны в зале, давайте, ну, нас немного, нас мало и все в теме. И просто давайте задавать вопросы, не молчать, любые вопросы. Причем мы обращаем внимание, что действительно регуляторов в зале нет. И изначально мы ставили задачу так, что приглашать или не приглашать регуляторов, и решили, что поговорим, ну, между собой. И перед тем, как задавать вопросы или пройтись, ну, по нашей теме хотел бы обратить внимание на те новости, которые, ну, уже не новости на самом деле, но те проекты постановления документов, которые имеются на текущий момент, буквально позапрошлой неделе подписано постановление правительства о совершенствовании системы электронно-межведомственного взаимодействия. Цели здесь указаны. Я поясню, почему. Обращаю внимание на данные документы. Как вы знаете, сейчас в Минцифре, теперь уже будем привыкать называть все-таки Минцифра везде, ведется работа по, скажем так, наверное, восстановлению экспертного совета по межведомственному электронному документу обороту. Эта работа началась летом внутри Минцифры, и сейчас они, ну, такими темпами, вот, по-моему, видим уже один из результатов, что постановление правительства уже подписано, то есть в их продолжении развития действия. Конечно же, сегодня чуть-чуть затронем и такую тему, как, скажем так, импульсы, которые идут уже из ФНС, идут в рынок, идут, и будем надеяться, что будет развитие, это концепция развития электронного документа оборота в хозяйственной деятельности ФНС. Обращаю внимание, что вот ключевое здесь, вернее, одно из ключевых в хозяйственной деятельности. И проект федерального закона об электронном документе, вот так он в народе уже и называется, я думаю, что коллеги тоже прокомментируют, и внесение изменений в отдельные законодательные акты в части регулирования вопросов конвертации электронных документов и хранения. И чуть-чуть постановление правительства. Здесь есть ключевые вещи, то есть весь документ изучать смысла нет, но можно выделить то, что по новому постановлению, что должно быть, региональные министерства, ведомства и муниципальные органы смогут обмениваться информацией внутри своего региона, не обращаясь через СМЭФ, не обращаясь через иные, скажем так, какие-то коннекторы напрямую со СМЭФ. И также вводятся такие элементы, как средства контроля маршрутизации сообщений и возможности автоматического исполнения последовательных запросов. Требование будет выставляться Минкомсвязью по документу. Про концепцию. Уже это уже публично, это уже обсуждается везде, и с разрешения самой службы и коллег, они также рекомендуют больше об этом рассказывать, с тем, чтобы было больше вовлечения игроков рынка в работу, в развитии данной концепции. И здесь у меня тоже будет вопрос коллегам, кто из наших участников принимает участие в работе этих групп при ФНС, и как она проходит, так как сам не принимаю участие, нам просто интересно, что происходит, и попросим вас прокомментировать. Соответственно, есть, как вы уже сейчас почитали, акценты, на что делается внимание в данной концепции. Это и хранение, ну и, конечно, первое ставит увеличение числа утвержденных форматов электронных документов, развитие ИДО как такового. И мы понимаем, что цель развития ИДО в хозяйственной деятельности – это не сама цель ФНС, за этим стоят другие цели налоговой службы, ее прямые цели. Мы это все прекрасно понимаем, но наш интерес – это развитие ИДО. Также указывается на необходимость создания единых технологических правил обмена документами. Но здесь также вопросы могут возникнуть и роуминга электронных документов, и дальнейшие пункты – перевод в электронный вид с бумажного и так далее. Третий раз документ – конвертация, вернее, законопроект об электронных документах. Он вносит новые статьи и также изменения в ряд законопроектов, вернее, в ряд законов. Основное, на что деляется внимание, это конвертация электронных документов, создание дубликатов документов, хранение электронных документов, сроки хранения. И еще статья 11.7, он также там звучит и аккредитация на осуществлении деятельности по проведению конвертации, создание электронных документов. Здесь, вот даже в ходе ПКФ-форума и до форума, мы задаем вопрос ФАИВы, а кто же тот ФАИВ, который будет исполнять данную статью, вернее, данный подпункт 11 статьи. Ответов пока нет. Вот это тоже интересный момент для того, чтобы, ну, нам, как я понимаю, нам нужно знать хотя бы, кто это будет ФАИВ с тем, чтобы выстраивать свое взаимодействие и деятельность уже непосредственно под требования данного ФАИВ. И чем интересен данный законопроект, он вносит, скажем так, терминологию, но при этом должен обратить внимание, что не все участники, эксперты согласны с этой терминологией, потому что это обсуждение данного законопроекта длится уже, ну, года три, наверное, не менее. При этом у него были свои взлеты, свои падения, потом уход в небытие. Я попрошу здесь Женю, наверное, потом также Евгению прокомментировать, что происходило. Да, работа была на площадках Центрального банка, и в итоге, пожалуйста, Стасин, нет, можно поментировать, я очень прошу, даже просто давайте прокомментируем сейчас. Там параллельно шли два законопроекта. Один развивался на базе Центрального банка с привлечением бизнеса общества, а второй сделал Росархив на основании их стандартного бумажного подхода и логики, заменив просто слово во все, что казалось бумажного документа, оборота на электронный. Кто-то еще прокомментирует? Этот законопроект об электронном документе, это его рабочее название, он в данный момент находится в правительстве Российской Федерации, и это законопроект, действительно, который разрабатывался на площадке тематических рабочих групп многочисленных Центра компетенций, с очень тщательной совместной работой Центра компетенции Сколково по нормативному регулированию цифровой среды, с архивным фондом, с другими федеральными уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации. Главные задачи законопроекта об электронном документе, на наш взгляд, который он решает, это то, что вводится действительно определение электронного архивного документа, которое может быть применено для архивного хранения, потому что до этого существовала проблема какая, что те документы, подлежащие архивному хранению, если они переводились в электронный вид и переводятся до сих пор в электронный вид, они представляют собой сканы определенного зафиксированного упорядоченного формата. Но единой системы унифицированного подхода, требований к хранению электронных документов в архивных фондах, требований к их конвертации, требований к тем участникам этого процесса, которые выполняют там свою роль, чтобы обеспечить качественное архивное хранение документов, этих требований не было. Данный законопроект Центра компетенции, который сейчас в правительстве, по результатам совместной работы с полномоченными федеральными органами исполнительной власти, эту задачу, на наш взгляд, решает, и мы надеемся на успешную, как говорится, судьбу и роль этого акта в будущем. Мы тоже надеемся, что он будет принят, и со стороны экспертов сообщества мы его поддержим, потому что, я помню ту историю, как все продолжалось, когда уже на площадке ЦБ обсуждалось, и договорились о том, что, ребята, главное, давайте двигаться в одном направлении, сейчас будут заходить новые участники в рабочую группу со своими новыми идеями, и ломать то, о чем мы уже договорились. И это начало происходить, когда не было Росархива, потом появился Росархив, и документ снова начал рассыпаться. И вот то, что сейчас есть, ну, наверное, это все-таки здесь больше блага даже для всего сообщества, чтобы уже на основе этого пошла какая-то уже нормативка, подзаконка. Да. Так, и данный законопроект, он просто пролистая, вносит изменения в части конвертации и хранения в ряд других законов, регулирующих другие отрасли, и банки, и негосударственные пенсионные фонды, страховую отрасль, как вы видите, даже закон о рекламе, то есть, по сути, данный законопроект, данный закон будет пронизывать, ну, скажем так, все отрасли. Так, и, коллеги, ну, сейчас переходим к обсуждениям. Вчера очень ярко была дискуссия, как раз про машиночитаемые доверенности, и вы знаете, вот этот запал, он продолжался до вечера уже в кулуарах про МЧД. Да, Анастасия, я на вас смотрю, и некоторые, скажем так, юмористические врезки уже начали появляться. Я даже, даже если позволю, давайте мы все-таки общение у нас, да, то есть не такое, насколько протокольное мероприятие, я Юрий, я имею МЧД, да, то есть вот с этого даже начинаю и так далее. И вопросов много, и такое ощущение было, такое ощущение доживью, кто-то из участников, у нас вот Алексей Пауков говорит, такое доживью, что общение, обсуждение из онлайна перешло в оффлайн, как раз по выработке таких-то позиций, ну вообще выработке нормативных документов. И давайте посмотрим, по НПА, которые должны выпустить часть до конца года, часть в следующем году, их очень много. И вы, эксперты, знаете все эти НПА, и перечислять их мы договорились не будем, но на каких-то нормативных правовых актах, может быть, вы прокомментируете, на чем ведется работа, какие подгруппы есть, какие, возможно, сроки стоят по выходу НПА. Вчера я задал вопрос Роману Валерьевичу в начале конференции, я говорю, а что если не будет этой работы по некоторым НПА, ну вот не будут работать эксперты. Что будет? Он говорит, там не деваться некуда. То есть должно быть. И вот здесь возникает вопрос. Эксперты помогают, ночами наблюдая за этими обсуждениями, что происходит. Общество говорит оторжение. Да и я слышал такие комментарии, что, да ребята, вы все, что вы делаете, там все равно будет все по-другому. Это немножко печаль, с другой стороны даже заряжает, что все-таки нужно активность такую гражданскую, профессиональную проявлять. И вот, Лен, вот что касается НПА, работы, может здесь корректирующий вопрос, какие-то задачи расскажешь. И также попрошу здесь и Евгения, вы лидеры под групп, да, Анастасия, Елена, вам есть что рассказать. Расскажите, пожалуйста, что происходит и как это происходит, и как мы приходим к тому, что возникают уже потом некоторые проекты НПА. Если можно, да, просто получилось так, что Центр компетенции фонда Сколково выполняет здесь вот в подготовке всех подзаконных актов по электронной подписи роль координатора, роль такого компетентного координатора, который собирает позиции бизнеса, агрегированные, и даже конкретные текстовые предложения формирует их в акт и, соответственно, участвует в согласительных совещаниях по обсуждению каждого такого позаконного акта, в том числе с приглашением экспертов тематических рабочих групп Центра компетенции, а именно лидеров подгрупп, которые вот здесь все присутствуют. Это Елена Ткаченко, которая у нас возглавляет подгруппу по блоку доверенностей. Это Иван Андреевич Янсен, который возглавляет у нас подгруппу по актам, связанным с безопасностью, с облачной электронной подписью, с электронной подписью как таковой. Это Анастасия Лобудская здесь есть, которая возглавляет у нас подгруппу по аккредитованным удостоверяющим центрам. И актов действительно очень много. План-график последний буквально с новыми сроками, которые сократили до июля принятие, вот он, соответственно, есть. Они периодически даже по нашим предложениям Центра компетенции фонда Сколково вносились туда изменения. В частности, вот сейчас план-график предусматривает метку доверенного времени. Раньше такого акта там не было. И актов в этом плане графики 25. Это много. В Центре компетенции мы, фонд Сколково, работали впервые в таком формате. И действительно, вот это разделение на подгруппы было продиктовано многочисленным количеством этих актов. Самым, наверное, сложным блоком, вызывающим вопросы, вот как сказал наш ведущий Юрий, действительно является блок актов по доверенности. Поэтому здесь, наверное, коллеги присоединятся, эксперты и прокомментируют. Спасибо, Евгения. Я, кстати, не знала, что у нас самый сложный блок, если честно. Честно признаюсь, что, конечно, работать над проектами актов, которые изначально мы рассчитывали, в принципе, не увидеть, и говорили о том, что эта система не нужна бизнесу, и она никакого практического применения, скорее всего, не будет иметь. Ну, это, наверное, странно, честно скажу. Но мы понимали, что либо надо включаться в эту работу, либо просто оказаться в стороне и, в принципе, потерять всякую возможность влиять на этот процесс. Поэтому, конечно же, мы взялись за эту работу. И, получив изначально проекты нормативных актов, мы, опять же, были немножко разочарованы. Мы рассчитывали, что там все-таки авторы этих проектов, они будут понимать, как это должно работать, если они хотели, в принципе, внедрить такую систему. Но, откровенно говоря, эти акты достаточно были, ну, такими, рамочными, да, их так можно назвать, и нужно было их наполнить содержанием. Чем, собственно, мы занимались последние полгода. Вот вчера мы достаточно подробно обсудили содержание этих нормативных актов и оставшиеся вопросы, которые нам все равно предстоит еще решать в течение ближайшего времени. Вот, надеюсь, что максимально быстро мы сможем эти вопросы разрешить. У нас очень часто возникали споры, когда мы обсуждали эти нормативные акты. Конечно, там есть очень много моментов, которые отражают, ну, определенное столкновение интересов госорганов и бизнеса. Мы старались как-то эти конфликты разрешать. Огромное спасибо Евгении Александровне, она нам очень всегда помогает в том, чтобы найти такую компромиссную какую-то позицию. Вам спасибо большое. Да. Ну, и, конечно же, нам очень много приходится вот в эти проекты закладывать, ну, таких, в общем-то, синтезированных положений. То есть мы пытаемся представить, а как же это в будущем будет работать. То есть мы сейчас пока сами до конца не очень представляем, как эта вся практика будет выглядеть. Вот, поэтому включаем фантазию, пытаемся все какие-то возможные сценарии предугадать, где там может возникнуть какое-то мошенничество, где интересы той или иной стороны могут быть ущенлены, и стараемся вот эти вот компромиссные варианты найти. Вот, ну, надеемся, мы все-таки не будем далеко слишком уходить от практики, которая появится с начала 22-го года, и уже сейчас можем вот эти вот все ситуации предугадать и изложить их в проекты. Ну, я хотела добавить только, что в отношении как раз СНПА и МЧД на днях Минкомсвязи выложили шесть проектов, в числе которых проекты по МЧД на регулышн. Поэтому МЧД уже опубличили то, на чем мы работали. К сожалению, не совсем та редакция, которая была нами заложена. Там редакция компромисса урезана от того, что предлагал бизнес, но на настоящий момент она доступна для ознакомления на регулейшн, и можно на нее писать отзывы. Да, спасибо, Анастасия. И я еще добавлю, что, конечно же, там эта работа не прекращается. У нас все равно после публикации были еще обсуждения, поэтому все-таки какие-то наши предложения, надеюсь, они будут учтены. Уже как бы не через регулейшн, а через совещание с Минцифрой. И тут еще стоит добавить, что не все нормативные акты, не все подзаконные акты у нас в принципе сейчас есть в плане. То есть там на самом деле есть еще несколько актов, которые отсутствуют, и которые хотелось бы, конечно, в этот план графика еще довнести. Это возможно? Вот вопрос, наверное, к Евгении. Мы об этом говорили много раз. В взаимодействии с регулятором Минцифрой до внесения разработки документов. Окончательное решение, конечно, принимает регулятор, это очевидно, это Министерство цифрового развития связи и массовой коммуникации Российской Федерации. Но предложения такие возможно подать в том формате, в котором мы сегодня работаем. Если эти предложения будут обоснованными с нашей стороны, со стороны Центра компетенций, будут аргументированными с позиции экспертов, с вашей стороны, с позиции бизнеса, то вероятность такая есть, что недостающие акты появятся в плане графики. И мы также, ну, уполномоченный орган, да, совместно с бизнесом в рамках 234-го постановления правительства Российской Федерации о национальной программе цифровая экономика приступит к их разработке. Вот важно здесь, что отметить, что разработка идет не просто концептуальный характер носит, да, когда мы там встречаемся, обсуждаем схемы, там предлагаем варианты, она носит именно детальный, методический, конкретный, текстуально-семантический характер конкретных текстовых предложений. То есть бизнесом, экспертами просто были взяты акты, и с нашей помощью проекты этих актов, проекты текстов в этих актах были написаны. Вот, и то, что, вот, как говорят коллеги там, на сегодняшний день, по нашим оценкам, все-таки большая часть, если говорить не только о блоке по доверенностям, но и о других блоках актов учтена, вот это, ну, безусловно, для нас такой положительный момент нашей совместной работы с бизнесом и экспертами. То есть с нашей стороны необходимо, там, от ассоциаций, VCR, RSEO, PKI, другие ассоциации, обратиться к вам, то есть и вы на основе обращения делаете запрос и начинаете пробивать вопрос включения планографии. Так? Правильно, понимаем? Да, да, совершенно правильно. Да, так и делаем. Воспользуемся обязательно, это возможно. Давайте, да, использовать. Не всегда получается, но получается. И вопрос, даже какие тяжелые НПА, мы уже понимаем и видим. Как вы считаете, есть ли из этой перечни те НПА, которые, ну, вот, правильно Гена отметила, что они, возможно, для жизни не пригодятся? То есть, на ваш взгляд, есть такие в том перечне? Ну, центр компетенции просто не может так выражаться, что некоторые акты, которые есть в планах, да, провокационные, либо которые даже там мы разрабатываем или планируем разработать, могут не пригодиться. То есть с нашей, наверное, позиции пригодится все, любая норма права, то есть любое правило поведения, которое привносится в жизнь и в регулирование отношений, особенно таких важных отношений, связанных с единым пространством доверия, с регулированием электронной подписи, любая такая норма, она важна. Другое дело, что нашей все-таки задачей является не просто создание норм, вот, а создание именно тех норм, которые либо устраняют барьеры, да, имеющиеся в работе для хозяйствующих субъектов, для коммерческих, частных организаций, структур для бизнеса, да, либо создание тех актов, которые в обязательном порядке не мешают работать, а помогают. Спасибо. Я хотела добавить, я сейчас перепроверила себя, что все-таки план график менять, как показал наш опыт, можно хотя бы влиять на даты. Мы очень сильно просили регулятора подвинуть сроки по МЧД, потому что получалась такая ситуация, что в плане графики появление, собственно, нормативки, которая описывает, как же будет работать МЧД, стоял в декабре 2021 года, а в продуктиве и весь бизнес должен начать работать с 1 января 2022 года. То есть у бизнеса оставался бы один месяц на то, чтобы перестроить и доработать все свои информационные системы и понять, как жить в новой реальности. Мы очень просили этот срок изменить, и на настоящий момент в плане графики стоит дата 1 июля 2021 года. Понятно, что времени мало, но все-таки полгода – это лучше, чем один месяц. Иван Андреевич, комментарий? У меня, собственно, комментарий вот какой. Ну, то есть мы как-то сейчас-то немножко говорим общего о всех этих документах, поэтому предлагаю, наверное, может быть, перейти. И создается ощущение, что вроде у нас все хорошо с этими документами. На самом деле, наверное, во-первых, так не очень интересно слушать, что мы тут рассказываем. Интересно все-таки рассказывать про конкретные документы. Тут на секции у Елены вывод, конечно, там все подробно и интересно. А по другим документам, может, мы особо ничего не рассказывали. Предлагаю, наверное, вот об этих других документах рассказать. Ну и плюс, в общем-то, о проблемах, которые еще есть. Потому что кроме подзаконных актов к вот этому, значит, закону 476, в законе 63, который в итоге получился, обратить вправо к нему, есть некие недостатки, о которых в том числе все на круглому столе. Это у Елены тоже говорили. Я хотел бы отметить, что, например, там-то есть такая норма, что для усиленно неколлицированных электронной подписи действуют практически те же самые нормы по идентификации при выпуске сертификата, что и для квалифицированных электронной подписи. Ну, с небольшим отличием, в принципе, все то же самое. То есть либо очно, либо с дистанционно, то действующим КЭПом подтверждать можно идентифицироваться, либо ЕБС, либо загранпаспорт. Ну, дополнительная норма для неколлицированной подписи, что добавили возможности идентифицироваться с помощью ЕСЕ. Но получается, что даже такой банальной вещью, как подтвердить действующий УНЭП, УНЭПом нельзя. И вступает в силу, то есть от срока вступления в силу требований по идентификации для неколлицированной подписи, его перенесли с 1 июля на 1 апреля. И получается, что сейчас у нас все эти наши системы, весь тот электронный документооборот, который живет с НЭПом, он находится под большой угрозой, потому что что произойдет 1 апреля, то есть после 1 апреля. Если, допустим, у кого-то истекает сертификат, ну, например, в интернет-банкинге. В интернет-банкинге УНЭП довольно часто используется, особенно юридическими лицами. 2 апреля устекает сертификат, означает, что мы его не можем продлить никак иначе с помощью того, что написано в законе. То есть если традиционный способ продления с помощью действующего УНЭП, например, или с помощью каких-то средств идентификации, если говорим про интернет-банкинге банковских систем, он уже не работает. Оночает, что всех клиентов надо будет погнать в офис для идентификации. Понятно, что радости от этого у клиентов будет мало, будет много жалоб, кредитным организациям все это будет не очень здорово. Я так полагаю, что в других отраслях, скорее всего, эта проблема, она тоже достаточно серьезная. Поэтому вот подсвечиваю то, что есть такая проблема, которую надо решать, и надо решать других способов, кроме внесения изменения в законы, я не вижу. Поэтому кроме того, что мы работаем над пакетом подзаконных актов, у нас есть еще задачи и по самому закону. Я бы еще добавил, что и для квалифицированной электронной подписи все-таки тоже логично было бы добавить дополнительные средства идентификации, кроме тех, которые сейчас заложены. Я бы добавил предложение по развитию средств идентификации, допустим, многофакторная идентификация. Когда мы берем несколько систем, каких-то достаточно доверенных, и мы проводим проверку по этим системам, если у нас, грубо говоря, проверка по нескольким системам была успешная, то считаем, что идентификация проведена была успешной. Ну, так, общая идея, общий концепт. Я бы в этом направлении тоже двигался. Что касается, значит, подзаконных актов к 476-му, значит, к 43-му измененному, то среди подзаконных актов есть подзаконный акт, который касается требований к облачной подписи. Вот мы его, к сожалению, то есть если, допустим, остальные, ну, может, там не все, но большая часть подзаконных актов, она активно обсуждалась на площадке Сколково, обсуждалась за счет чего? За счет того, что есть фаивы, которые, ну, как бы отвечают за законопроект, большинство за подзаконные акты. Законные акты за большинство отвечают в Минкомсвязи, поэтому чаще всего какие-то согласительные совещания проводят в Минкомсвязи, присылают письмо, говорят, что там завтра или послезавтра у вас совещание. Мы все подрываемся, начинаем то, что прислано в письме, читать, внимательно готовить замечания, и потом приходим на это согласительное совещание в качестве экспертов как раз вот от Сколково или же оно цифровая экономика, и пытаемся там донести нашу позицию. В Минфине были тоже согласительные совещания, а вот по законопроекту, по подзаконному акту про требования к облачной подписи не было ни одного совещания, и вот просьба передать, что мы очень ждем, когда этот подзаконный акт вынесут на обсуждение, то есть пришлите нам его, пожалуйста, таким письмом, мы готовы над ним поработать, если пришлете чуть-чуть заранее, будет лучше, но даже если пришлете там со сроком послезавтра совещания, ну что делать, приедем, приедете в совещание. Документы очень важные, то есть известно, что он существует в восьмом центре ФСБ в виде проекта, но очень важный он с той точки зрения, что надо понимать, какие будут требования к клиентской части, какие требования будут к серверной части, к части, которая отвечает за хранение ключей, тут есть у нас некие небольшие опасения, может быть они не такие, не так, чтобы на чем-то сильно основаны, потому что я повторю, документ к нам не заходил вот таким вот образом, как другие подзаконные акты, но вот поскольку обсуждается, что есть там какая-то облачная подпись, который используется сим-карта с классом КЦ3, вот высокие классы, они нас немножко пугают и хотелось бы, наверное, таким обсуждением как раз, ну или снять наши опасения, что там все хорошо, если там все-таки действительно есть что-то в таком духе, надо начать обсуждать, говорить об этом. Почему это важно? Потому что у нас есть факт, де-факто это в общем-то средства облачной подписи, они на рынке есть. Да, они может быть не сертифицированы по тем требованиям, потому что просто нет еще новых требований, но покомпонентно там все в общем-то сертифицировано и уже в рамках, например, неколифицированной подписи во многих организациях это опробованные средства. И можем сказать, что, допустим, когда применяются средства типа там мобильного приложения для управления квалифицированной облачной электронной подписью, или может неколифицированной, это достаточно удобное средство, не хотелось бы, чтобы получилось так, что у нас какие-то способы просто отвалятся из-за высоких классов защиты. Такая просьба. Так, просьба озвучена. И вот как раз у нас уже присоединились. Да, к вам было обращение. Да, Иван Андреевич еще раз готов повторить, но не здесь, не в зале. Давайте вот тему, тема про НЭПы, она у нас запланированная, но Иван Андреевич, прям, нужно быстрее, нужно это раскачать. Хорошо, раскачиваем эту тему. Я попрошу комментарии сейчас Анастасии Лабудской по теме НЭПа и очень хочется как раз Николаю Беленькому предложить слово, так как реально есть что сказать. Анастасия, Анастасия, или нет? Давайте поздно, Настя. Ну, я хотела поддержать, что да, действительно, судьба НЭПов нас тоже очень волнует, потому что вообще для меня очень странная ситуация сложилась с НЭПами. Мы, ну, часто проводят же аналогию сравнения, да, бумажной логики того, что можно делать на бумагах, риски, которые есть на бумаге и логика того, что происходит в цифровом и в электронном мире. И вот почему-то у нас на бумаге соблюдается полностью ГК, возможность договориться с сторонам, определить соглашением сторон, содержание доверенности, способы ее предоставления. А в электронном мире у нас эти права получаются ущемлены. Нет, бесспорно, в отношении квалифицированной электронной подписи, мы очень рады, что запретили простую форму доверенности, что регуляторы в лице Минкомсвязи и ФСБ нас услышали, и, я не знаю, коллеги получали обратную связь от своих клиентов или нет. В госуслугах сейчас начала появляться информация в личных кабинетах о выданных сертификатах на имя пользователя с указанием удостоверяющего центра и времени выдачи этого сертификата, с предложением, если это не санкционированный выпуск, заблокировать. Мы, ну вот я со своей стороны очень рада, что такой шаг был сделан, потому что это в целом, а, будет минимизировать мошеннические действия, потому что каждый может зайти в свой личный кабинет и проконтролировать, какие, сколько и где электронных подписей на его имя выпущены, б, со стороны потребителей начинает восстанавливаться пошатнувшее доверие после ряда публикаций в СМИ данному инструменту. И, по-моему, это очень хорошее решение, очень своевременное. А вот в отношении НЭПов действительно ситуация иная, это все-таки предполагает соглашение сторон о непризнании в силу закона как в отношении КЭПа. И очень сильно пошатнет выстроившиеся в корпоративном документе обороте возможности будущего кадрового электронного документа оборота такое сильное ущемление данного типа подписи. Но вот я абсолютно поддерживаю действия регулятора по ужесточению в отношении КЭПа, но абсолютно непонятна логика ужесточения в отношении НЭПов, потому что НЭПы – это соглашение сторон. Почему, если стороны согласны принять на себя эти риски, они на бумаге имеют право это сделать, а в отношении ГК они имеют это право сделать, в электронном мире они этого права лишены? Я поддержу сейчас Анастасию, да, буквально пару слов именно от, наверное, пользователей конечных, от бизнеса. Конечно же, неквалифицированная подпись – это та подпись, которая позволяет стартовать многим проектам новым каким-то. И для многих компаний это действительно такой более гибкий способ включиться в электронные взаимодействия. Конечно, сейчас вот эти вот новые требования, они вот эти все интересные проекты, скорее всего, поставят под угрозу. Ну, даже то самое трансграничное взаимодействие в отсутствии ДТС, которое было начато с данным типом подписи, эти проекты будут вынуждены закрыться. То есть у нас ДТС только-только появляется в правовом поле, только-только начинает складываться нормативка в этом отношении, и мы опять получаем временной разрыв. То есть мы процессы, те, которые работают, прекратим, а стартовать новые мы будем еще не готовы. Теперь зададим вопрос Николаю Беленькому, как большие корпоративные сети. Да я не про корпоративные сети. Я рискую испортить отношения с каждым из вас сейчас, но вот я заранее скажу, что я всех вас уважаю вместе и каждого в отдельности. Тем не менее, то, чем вы занимаетесь, порочно в самом начале, вот изначально. Вы пытаетесь опять законодательным путем регулировать технологии. Это невозможно. И вот то, что вы не делаете, у вас есть SLA, у вас есть задачи. Вы считаете эти задачи благородные. Обычно, как говорят, когда что-то непонятно, так всем стоять сейчас, я определюсь и приму решение. Вот вы как раз всем стоять, я сейчас определюсь, приму решение, или как вчера Юрий Маслов говорил, что телегу поставили впереди лошади, вы там, эй, лошадей-то вперед надо. Не успевают лошади за этой телегой, она уже уехала там. О чем речь на простых примерах? Вы говорите, все получается в бумажном документообороте. Опыт огромный, бумага создавалась для восприятия человеком, все было хорошо. Помните, какой был негатив или неприятие, когда на конвертах стали печатать индекс почтового отделения, ну, квадратики эти где, где корявыми цифрами надо было заполнять чего-то машины читаемое. Это первый опыт создания бумажных документов для машинного чтения. Сейчас у нас следующий шаг, мы создаем электронные документы для человеческого чтения, сканы вот это все, да. И первые, только первые шаги начали создавать документы для машинного чтения. И опять паника, машина читаемая доверенность. Это такой же электронный документ для машинного чтения. Это новый этап, эволюция, развитие всего лишь на всех. Мы говорим, так, мы сейчас законы придумаем. Законы порочны в своей сути уж тем, что они делаются на основе компромиссов. Жить надо не по закону в технической области, а по стандарту, который написан грамотными специалистами, которые не пишут компромиссных решений на основе этих отпетых энтузиастов, принимающих решения в соответствующих комиссиях, которые пытаются какое-то законодательное регулирование сделать. Где те экспертные, не знаю, институты, организации, которые планово занимаются развитием технологий? Да, были ФСБ созданы, по-моему, там соответствующие, да? Есть. Ну вот хотелось бы, чтобы все-таки технологиями занимались специалисты, а законодатели либо принимали эти технологии для общества, да, что назрел этап, и мы готовы эту технологию у себя применить, которая уже изучена, опробована, гармонизирована с мировыми технологиями и так далее. Но невозможно технологические моменты регулировать в законе. Вот кто-нибудь поймет это когда-нибудь, нет? Простите за такое вот эмоциональное выступление. Спасибо за иную точку зрения. Я могу лишь добавить, что технология в отрыве от права не обеспечит юридической значимости электронного документа. На нее можно сколько угодно прекрасно любоваться, восхищаться, какая технология прорывная, но если она не описана вправе, вы в суде, особенно региональному суде, будете очень долго объяснять, что это за прорывная технология, почему именно то, что произошло там, доказуемо, доказательство и является правом. Так что вопросов много, и машиночитаемая доверенность нас не пугает, мы над этим работаем, мы в это идем. Как бы понятно, что невозможно заранее предусмотреть все сценарии, и практика нам подскажет и покажет, где мы ошиблись, где мы недодумали. Ну, и это нормально, отдавать себе в этом отчет. И Елена, и мы говорили ровно об этом. То есть, да, мы стараемся заложить максимальные сценарии, мы пытаемся переложить существующий опыт бизнеса в основу этой проектной деятельности, но, естественно, что-то мы не учтем, и это нормально. Юрий Маслов что-то хотел добавить, мне кажется. Хорошо. Ну, есть 63 ФЗ, который изначально эту возможность устанавливает. Который говорит о том, что такое неквалифицированная электронная. А дальше уже технологии, которые поддерживают нормативные акты. Технологии, повторяю, технологии для неквалифицированной электронной подписи не описаны, и мы можем применять какие угодно. Нет, но статус неквалифицированной подписи все-таки... Мы говорим про юридическую силу электронных документов. Про юридическую... Анастасия Тетта сказала, что связь между юридической силой и технологиями, которыми не описаны, невозможна. Я говорю, возможно. Это первое. И то же самое, что и говорил Николай Иванович о том, что про всякие телеги и так далее. То есть вот эти красивые технологии, их можно применять и описывать, создавая определенные песочницы, в которые там и так далее, в них. И потом, когда мы их отработаем, и все, мы их можем применить уже для нормальных там... Ну, их описать в правовых документах. Это вот по-другому, что он хотел сказать этим словом. И это вполне здравая, нормальная мысль любого здравомыслящего человека. Юрий, спасибо. Я это специально технологически, независимо. Да, да, да. Причина, никак. Да, коллеги. Вот, я хочу Дубровича Мамаслова поддержать. И предыдущего, значит, оратора. Юриспруденция и технологии вещи разные. Никакая технология, ничего в юриспруденции не решает в принципе. Другое дело, что любой юридический вопрос, который связан с тем, что применяется та или иная технология, будет решаться, в том числе и в суде. Будет все рассматриваться. Вы какие-то странные люди. И сразу... Да, мы, 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 мы. Все очень странные люди. Слегка, слегка, может, не слегка, повернуты исключительно на вопрос к электронной подписи, документы и так далее. Ну, подумайте. Суды рассматривают массу других технологий. Знаете, у меня есть совершенно уже надоевший всем пример о том, что рассматриваются вопросы установления отцовства. И, значит, никакое, все эти репродуктивные вещи, ни в каких законах не описаны, просто это устанавливается. Масса устанавливается вопросов технологического характера в целом, когда идут уголовные правонарушения. правонарушения. И вы сами понимаете, что правонарушений значительно больше, чем возможность их описать. Поэтому богу богу, а кесарю кесарю. То есть юристы разрешают юридические вопросы, технология идет своим путем. Когда они взаимодействуют, это взаимодействие бывает разное. И совершенно не значит, что юриспруденция оперирует только техними технологиями, которые описаны в нормативно-правовых актах. Вот здесь совершенно точно. Я вам скажу. А технология может выходить за рамки права? Она всегда выходит за рамки права. Технология естеств, потому что это просто своя область применения. Технология вообще, если вопрос погубим сессию. Вопросы очень глубокие. Сергей Анатольевич задал. Может ли технология выходить за рамки права? Технология это технология, право это право. Значит, если технология связана с правоприменением, правотворчеством и так далее, она за рамки права выходить не может, потому что право является объектом этой технологии. Но если это просто применяемая технология, простите, может никогда не столкнуться с правом. Просто никогда. Она действует сама по себе. Просто совершенно разные сферы. можно прокомментировать? Коллеги, вы на самом деле все, кто задавали вопросы и отвечали, нам помогали на них отвечать, вы все правы, и мы абсолютно с вами согласны. Но у нас есть один аргумент неопровержимый, который все-таки доказывает то, что акты подзаконные по электронной подписи являются нормативными актами и они не регулируют технологии. Вот такой пример на конкретном документе. Документ, утверждающий формы доверенности. У нас в проекте акта была ссылка на стандарт. Точнее на рекомендацию по криптографической конкретной технологии, которая утверждена Уполномоченным Федеральным Органом Исполнительной Власти по техническому регулированию метрологии. Нам регулятор в связи с работой своей с Минюстом в порядке регистрации нормативных правовых актов буквальным образом запретил эту ссылку делать на стандарт. Но раз нам эта ссылка потребовалась в акте как ссылка регулирующая, указывающая, детализирующая технологию. Это означает все-таки то, что подзаконные акты по электронной подписи имеют как минимум два компонента. Один компонент это нормативный, другой компонент это технологический. И там, где технологические компоненты, нам нужна была ссылка на стандарт, нам пока не позволили ее сделать. право является универсальным регулятором общественных отношений. На наш взгляд, это не только можно сказать на наш взгляд, но здесь важен стык и важна связка этого последующего взгляда и его толкования. Технология сегодня, в том числе по электронной подписи, она является и может являться объектом гражданских прав. Поэтому технология, объект интеллектуальной собственности, программа, средства, методы шифрования, это те элементы, которые в информационном обществе, в постиндустриальном обществе, в котором мы уже с вами все живем, неотделимы от права. И если право будет, если право на сегодняшний момент будет идти по тому пути, что право есть только право, и это правило поведения для субъектов без регулирования технологий в рамках действующего законодательства, в рамках принципов правого регулирования, в рамках конкурентных здоровых отношений, то это нормотворчество, на наш взгляд, может иметь определенные риски. Поэтому здесь нужно придерживаться комплексного подхода и компенсировать в том числе те узкие моменты, нюансы, о которых вы все говорили. Вот просто в юриспруденции это такой вопрос, который всегда уточняется, посмотрите, это право на технологию, а если мы возьмем технологии как таковые, там они должны пройти определенные процедуры, чтобы превратиться в предмет этого права. И только право передается и так далее. Это текстуально. Вы правы в процессуальном смысле, но если мы посмотрим на материальную роль, все-таки с точки зрения правового механизма, материальные нормы первичны, а затем идут процессуальные нормы, то у нас совершенно правильно, но у нас получается, что я могу дальше? У нас еще вопросы? Простите, что перебиваю, на самом деле, юридический аспект, он крайне важный вообще в нашей теме. Комментарии Натальи, я помню, вчера вы сказали, что сначала бизнес-процессы, потом законы, сейчас, что у вас. Вот смотрите, что сказал первый оратор, он сказал, что внимание, технологии должны создавать специалисты, я вас уверяю, мы специалисты, и то, что мы это делаем не стандартом, а правом, нас не делает не специалистами, и как я уже вчера сказала, у нас есть определенная проблема в том, что вот изначально был создан закон, который не учитывал некоторые сценарии, так вот у нас любые создания чего бы то ни было, технологии, либо права, должно начинаться с бизнес-анализа, то есть как люди работают, это первое, второе, делать ли это правом, то есть законодательно закрепленным, либо стандартом, то есть чем-то рекомендуемым, можем на самом деле и так, и так, но, если мы это делаем стандартом, и кто-то этого стандарта не придерживается, это допустимо в каких-то достаточно узких областях, мы берем НЭПы, то есть они описаны очень в общем, а дальше пошел какой-то определенный стандарт на уровне какого-то там сегмента бизнеса, это нормально, если это, допустим, в рамках всей страны, у нас в какой-то момент может возникнуть зоопарк, и в рамках этого зоопарка всем придется подстраиваться под разные стандарты, которые каждый себе придумал, а если мы касаемся госорганов, то ни один госорган под миллион стандартов подстраиваться не будет, вот поэтому право, а не стандарт. Я понимаю, что у людей основные движущие мотивы сейчас PKI и SLA, или KPI вернее, да, но это не является основой для создания условий для развития бизнеса, развития технологий в стране, это единственное условие для создания нормативной базы, да, создали, отчитались, дальше, что мы с этим делать будем? Можно я в продолжении слов Наталья скажу Вадим Супрун, я практикующий юрист. Нормативно-правой акт по своей сути это документ, рассчитанный на неоднократное применение неограниченным кругом лиц, который прошел определенную формализованную процедуру утверждения. И я, честно говоря, не вижу принципиальной разницы между теми же самыми стандартами, которые точно так же устанавливаются принимаются определенным кругом лиц, утверждаются, и к ним есть определенная процедура присоединения или неприсоединения. В данном случае, что говорится, касается работы групп, законодатель сказал коллеге, давайте мы в этот раз сделаем вот так. Вот есть законы, есть рабочие группы, мы можем сначала их утвердить, а точнее обсудить и уже утвердить, попытаться сделать таким образом. Выходит, на мой взгляд, извините, пожалуйста, без претензий, я член рабочей группы, не всегда идеально, но выходит. И спасибо большое за это законодателю. Есть точки зрения, которые вы сказали, что давайте мы сначала сделаем, утвердим стандарты, как сказали уважаемые коллеги, проработаем это в песочницах. Те же самые песочницы работают точно так же. Утверждается стандарт, утверждается нормативный правовой акт, и потом все двигается. Все равно для того, чтобы двум людям, как-то, трем людям как-то договориться, точнее, как-то взаимодействовать, нужно сначала договориться путем стандартов либо путем нормативных актов. Без разницы, это все равно, это в любом случае документ, который что-то утверждается и утверждает намерение людей и организаций идти в одном направлении. Спасибо. Спасибо. Друзья, а кто в рабочих группах, подгруппах участвует? Можете руки поднять? Все, что касается по нормативке. Есть же мы здесь? Есть. Да, те, кто в теме. Спасибо. Спасибо вам за ту работу, которую вы ведете, уважаемые коллеги. Как бы там ни говорили, бывало, что насколько эта работа нужна, а по факту она нужна. Алексей Ильич, у вас еще бы хотели комментарий дать, да? Микрофон. Вы знаете, коллеги, мне кажется, мы немножко ушли от темы. У нас тема называется «Рынок электронных комплексов регулирования и поиск баланса между интересами его участников». Но если мы откроем 149 ФСЗ, мы увидим, что в нашем государстве есть три основных движущей силы, баланс интересов, которые должен соблюдаться. Это государство, бизнес и гражданин. Мне кажется, что мы как-то уходим от этой темы то в ее юриспруденцию, то еще куда. Что касается стандартов, поскольку я последние несколько лет занимаюсь этим достаточно интенсивно, могу доложить вам, что у нас закон о техническом регулировании 184 ФСЗ, он расставился точки над «и». Если раньше у нас была строена система госстандарта, которой завидовали и многие западные страны Николай Иванович, то сейчас она полностью разрушена и наши стандарты носят рекомендательный характер. Есть выколотые точки, допустим, там банковская сфера, где два стандарта имеют обязательный характер, ну и так далее. Но это выколотые точки, а так они носят, к сожалению, рекомендательный характер. В итоге мы на стандарты, к сожалению, опираться не можем. Нормативка и вообще федеральные законы в принципе не должны мешать развитию технологий, чтобы сохранять интересы, баланс интересов трех основных участников, которые в доктрине у нас и в 149-м ФЗ. А что мы имеем в итоге? Мы имеем в виду, что в итоге что вот Иван Андреевич Янсен сказал, а нам без Сбера удобнее аутентификацию рассматривать адаптивно. Какая-то еще компания, а нам удобнее вот так. Понимаете? То есть у нас вот этот бардак, который есть и разно скажем разноуровневые и разно разрозненные решения, они будут плодиться. Поэтому нам, конечно, в этом плане нужно что-то делать. Но мне хотелось сказать еще и о другом. Почему мы уходим от темы? На самом деле, если баланс интересов соблюдается, устраивать неколлифицированное, значит, нужно пользоваться неколлифицированным. Если что касается коллифицированной подписи, она фактически определила, все, что связано с общением с государством, да, однозначно коллифицирован электронный подписчик. Все остальное в руках владельцев, которым должно быть либо удобно в рамках текущего законодательства и стандартов, либо неудобно. Спасибо. Спасибо большое за дополнение. Вот именно как раз об этом балансе вы более ясно и четко выразили мысль, чем это удалось, точнее, не удалось сделать мне, что как раз те изменения, которые грядут в отношении усиленной неколлифицированной подписи, о чем говорил Иван Андреевич, они этот баланс нарушат. И именно это нас беспокоит, и именно эта проблема 1 апреля она беспокоит. То есть я еще раз говорю, что мы рады произошедшим изменениям в отношении квалифицированной подписи в сторону наведения порядка, но в отношении неквалифицированной подписи. К сожалению, как я пока вижу, мы идем от клиента, это пока ущемление интересов сторон и ущемление их свободы выбора. И все же вопрос. Иван Андреевич высказал предложение сообщества, возможно, имея в виду своего сообщества большого, зеленого, о том, что необходимо внести изменения уже на изменения 476 по НЭП. И вот вопрос коллегам, нужно этим заниматься или нет, или это все в НПА можно как-то порешать. Понимаем, что не решаем. Нужно ли кто-то поддерживает это или нет, что проблема возникла? Это можно, наверное, попытаться решить посредством подзаконных актов, но опять же для внесения изменений либо в действующие подзаконные акты, либо даже в те, которые уже предусмотрены планом, графиком и реализуются, нужно основание. Для того, чтобы оно появилось, нужно провести определенную работу, получить предложение от вас, от бизнеса, и провести консультации необходимые, согласительные, с уполномоченными фаивами. Вероятность решения этой проблемы на уровне подзаконных актов, она не очень высокая, на наш взгляд. Поэтому для того, чтобы окончательно сбалансировать в рамках достижения баланса между усиленной квалифицированной электронной подписью и неквалифицированной электронной подписью, все-таки нужно вносить изменения в 63-й федеральный закон. На наш взгляд, также эта проблема является смежной с другой существующей на сегодняшний день не то, что проблемой, но неким таким вопросом, который особняком стоит. электронная подпись является в широком смысле не только элементом единой среды доверия, но и является в широком смысле элементом целой большой системы идентификации. В эту систему идентификации может входить и биометрия, и другие системы, которые можно использовать для идентификации, но на сегодняшний день вектор развития этих систем является государственным, очевидно, и у нас регулирование в первую очередь касается государственных систем по идентификации. На наш взгляд, нужно обратить также внимание, и мы ведем соответствующую и подготовительную, и консультативную работу с уполномоченными ФАИВами в рамках 234-го постановления правительства Российской Федерации о цифровой экономике как центр компетенций, нужно обратить внимание на вопросы, связанные с частными системами идентификации. Но здесь нужно также учитывать вот эту тонкую грань и, опять же, баланс с тем, чтобы частные системы идентификации не коим образом не то, что не противоречили, а не вступали даже в самые малейшие конфликты уже с тем, что удалось сделать по электронной подписи сегодня. Проблема идентификации также связана, наверное, с тем глобальным вопросом, о котором сегодня не говорит только ленивый, с искусственным интеллектом, с искусственным интеллектом в самом широком смысле этого слова. идентификация, электронная подпись, биометрия связаны с безопасностью. Мы привыкли понимать, и у нас это определение безопасности закреплено в соответствующих доктринах, в соответствующих федеральных законах, что безопасность это состояние защищенности от недопустимого риска причинения вреда жизни, здоровью граждан, интересам законным, юридических лиц и государству. Но когда мы имеем дело с тем, что на сегодняшний день указом президента Российской Федерации утверждена национальная стратегия по искусственному интеллекту, и в том числе у нас есть концепция по искусственному интеллекту, мы понимаем, что вот это определение безопасности, оно так так или иначе будет доформироваться и дополняться и уточняться. На наш взгляд нужно также обратить внимание на такую методологию под названием assurance case. В буквальном смысле перевода этого слова это обеспечение гарантии или страхования. В переводе с английского assurance case означает страхование. но с точки зрения безопасности assurance case на наш взгляд должен назначать состояние, при котором сама система мониторит свое состояние, сообщает об ошибках, самостоятельно принимает решение, какому лицу об этой ошибке сообщить. То есть это глубокая проблема для развития именно эволюционного на том этапе, на котором мы находимся сегодня. Вот. Поэтому вот это наверное хотелось сказать. Алексей Геннадьевич. Я прошу прощения Евгения, я очень внимательно пытался понять мысль, которую вы закладывали в вашу пламенную речь, но я не понял что вы хотели сказать. Я наверное хотя я не считаю себя полным идиотом. Значит Евгения, я не буду задавать вопросы, я просто комментарии скажу. Значит если вы думаете о том, что вы хотите по сертификату ключа проверки подписи по сертификату определять, идентифицировать гражданина, то вы в этом глубоко заблуждаетесь. Для этого должно быть определенное доверие к сертификату. А доверие возникает тогда, кто его выпускает, как он проверяет тот ли человек, когда он является в удаленном режиме, это в принципе невозможно. Объясняю почему. И тем более биометрия. Когда у вас масштаб систем очень большой, неизбежно появляются ошибки первого и второго рода. Когда вы используете биометрические характеристики, они сразу появляются изначально, потому что они заложены в эту технологию. И определять, когда я слышу что кто-то по отпечатку пальца определяет человека с той 10-6 мне просто как физику и как человек специалисту от области смешно. Понимаете? А у нас население 10-7 порядок. Поэтому прошу вас очень аккуратно говорить об идентификации граждан. Смотрите, я согласна с вами абсолютно то, что вы сказали, но просто здесь вопрос какой, то о чем вы говорите касается напрямую электронной подписи. Нет. А вот моя, как вы выразились, пламенная речь, она была направлена не только на регулирование электронной подписи, но на регулирование частных систем идентификации, составляющих частью которых являются биометрия. Как вы хотите регулировать, уважаемая Евгения? Это большой вопрос. Это государственная задача. И вам вряд ли удастся это отрегулировать. Но мы и решаем в том числе государственные задачи как центр компетенции. Должны быть сформулированы требования, которые либо выполняются, либо не выполняются. Если бы требования к удостоверяющим центрам технически были сформулированы ко всем сервисам, которые обеспечатывают юридическую силу электронных документов, не было бы сейчас проблемы реорганизации системы УЦ в стране. Потому что первый ФЗ при всех его недостатках позволял удостоверяющим центрам развиваться. И во всем мире удостоверяющие центры извините, в основном не государственные, а частные. Потому что частная компания отвечает своим рублем. Очень сильно отвечает рублем. А по нашему нынешнему законодательству государственные компании не будут отвечать. Значит, уровень доверия к этим сертификатам будет ниже. Понятно? Это мы из конференции в конференцию обсуждаем и все нам это понятно. Всем нам это понятно. То есть каждый может сказать вам вот должно быть так, а происходит по-другому. К теме монополия и логополия. У нас есть, так как центр компетенции все-таки не должен учитывать позиции бизнеса и является в определенном смысле выразителем агрегированной позиции, то на сегодняшний день у нас есть четкий запрос от бизнеса частные системы идентификации регулировать и по крайней мере эту тему прорабатывать. С тем, что вы сказали согласны, вот этот вопрос нуждается в тщательной доработке. Но такой вопрос есть и мы этой работой занимаемся. Вы меня простите, прежде чем что-то объяснять, вы тогда должны дать определение, что такое частная система идентификации. Что имеется ввиду? Чтобы дать это определение, нужно, наверное, наиболее полно погрузиться в те законопроекты, которые сейчас есть о единой биометрической системе идентификации. И если погрузиться в понятие биометрии, которое является собой совокупность тех поведенческих и физических черт человека, а в ЕБС у нас только фото и голос, то становится понятным, что можно регулировать еще, каким способом и какими средствами. Вы меня прощите, информационная система не может генерировать законы. час уже мы переходим в такие частности. У нас, Алексей Игнатьевич, вы сами с этого начали, что вы посмотрите и обратите внимание, какая тема нашего обсуждения. И давайте мы попробуем к этому вернуться, потому что как раз таки баланс интересов всех участников взаимодействия найти. Но возможно ли или невозможно, стараемся или стараемся прийти к этому балансу. Лена, у вас возможно есть вопрос. Да, есть вопрос. Мы немножко сейчас перескочим наверное с той темы, которую мы до этого обсуждали. Интересно узнать ваше мнение по поводу требований к удостоверяющим центрам, которые будут значительно меняться в ближайшее время. и как мы нормативно можем здесь повлиять на эти требования. Евгения, какие у нас происходили сейчас в рамках ТРГ обсуждения именно в отношении требований к удостоверяющим центрам и насколько вас устраивают те формулировки, которые сейчас заложены. И как вообще в принципе это может отразиться на бизнесе. И наверное Анастасии тоже стоит бы ответить на этот вопрос. Несколько секунд, я просто дополню. прохождение по данным документов в тему нашего круглого стола с нахождением и сохранением баланса. Дело в том, что все знают, что это не только касается нашего отрасли и других отраслей. Когда в министерстве или в АИФ создают некоторый документ, есть определенные процедуры. Эти процедуры выполняются в соответствии с установленными правилами. Процедура межведомственного прохождения документа. Берем теперь в частности нашу отрасль. К примеру, данный документ, который, если не ошибаюсь, был выпущен, пошел к Минфина, пошел к регулятору и далее зашел еще в несколько ведомств. и, конечно же, и здесь классно, что это есть, и в Сколково также документ зашел на обсуждение. Но что интересно, выяснилось, что выясняется то, что те ведомства ФАИВы, которые согласовывают документ, ну, скажем так, кто-то нейтрально, кто-то заинтересован в той формулировке документа. При этом я не беру там, скажем так, такой элемент, как влияние большого человека, мы это сейчас не рассматриваем, или больших людей на тот или иной подзаконный акт. Мы увидели то, что некоторые пункты в данном проекте, они просто, ну, прям в прямую в нарушении антимонопольного законодательства. При этом этот документ уже не первый в течение трех лет и были подобные документы, но здесь мы не смогли просто смириться или согласиться с тем, чтобы не обратить внимание органов власти на это допущение. При этом мы спасибо Исколкова поддержала, сделали то, что обратили внимание на именно конкретный данный документ требований к ДУЦАН. На самом деле вот здесь мы хотели бы поблагодарить Росео, потому что то письмо, которое официально было написано с обращением того самого внимания на то, что документ не прошел надлежащую процедуру согласования в рамках цифровой экономики, в рамках оценки регулирующего воздействия, вот это письмо было подписано Росео и было направлено в соответствующие инстанции в рамках действующего российского законодательства в установленном порядке. И мы действительно получили реакцию, у нас были запрошены со стороны ФАС России все необходимые материалы и на сегодняшний момент ведется соответствующая работа. Обращено было внимание на что? Это документ, который носит название о дополнительных требованиях к доверенным удостоверяющим центрам ФНС России, то есть сам 63-й федеральный закон, как мы знаем, 476-й устанавливает новые требования по аккредитации удостоверяющих центров, то есть это уже некий пласт отфильтрованный. Предполагается, что нормативным актом Минфина о дополнительных требованиях к удостоверяющим центрам ФНС России из этого пласта будут еще выбираться те удостоверяющие центры аккредитованные, которые могут стать доверенными удостоверяющими центрами ФНС. И круг, конечно, этих лиц, которые мы увидели в проекте акта, он был ограничен. Это было решение регулятора уполномоченного ФАИВа, ограничен этот круг был банковскими, банками, организациями федеральной почтовой связи, это в первой редакции, и вторую редакцию, которую мы получили, там появилась новая структура, новая организация, оператор связи, буквально цитирую, занимающие существенное положение на рынке. По порядку работы центра компетенции мы обязаны были обе версии акта и первую редакцию, вторую направить на отнесение бизнесу через соответствующую тематическую рассылку в тематические рабочие группы центра компетенций. Очевидно, что от тех организаций, которые являются аккредитованными и могут стать и могут быть аккредитованными удостоверяющими центрами, но их нет в перечне этого акта о дополнительных требованиях к удостоверяющим центрам Минфина, мы получили отрицательную реакцию. Было согласительное совещание, и оно закончилось протоколом с последующей консультативной работой, которая сейчас происходит. Сомнением с точки зрения правовой экспертизы подверглась фраза в этом документе и текст документа, то есть положение о том, что некий субъект занимает существенное положение на рынке, потому что существенное положение на рынке, как известно, является квалифицирующим признаком антимонопольного законодательства, и антимонопольным законодательством у нас занимается соответствующий полномочий орган фраза 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 россии. К нему этот документ на согласование не попал. У нас даже проходила ТРГ, на которой присутствовали представители фраза россии, присутствовали представители Минэка, и такая работа совместная по оценке, правовой именно оценке этого документа была проведена, и мы надеемся, что это принесет действительно определенные положительные результаты. Спасибо. Евгения. Анастасия, тоже комментарий. Ну, Евгения, собственно, сказала уже о том, что было верхнеуровневое рабочее освещение согласительное. Здесь также хотел поблагодарить за активную позицию Центра Компетенции, которые очень быстро подготовили оценку и позицию по данному законопроекту, и заключение верхней уровня рабочих групп также содержит в том, чтобы учесть содержание Центра Компетенции в пункте 1.2 к данному законопроекту. Насколько нам удастся видоизменить вот этот вектор, ну, увидим. Будем стараться. Ну, это, да, вот как раз о проблеме и о теме нашей дискуссии про баланс интересов, потому что мы же, работая над подзаконными актами электронной подписи в Ситап, проводим параллель с теми актами, которые мы разрабатываем. И у нас сейчас в подзаконных актах фигурируют организации с другими названиями, которых не было в этом документе. В том числе это операторы электронного документа оборота. и так как они там есть, очевидно, да, возникает вопрос, связанный с балансированием этой категории в других разрабатываемых актах по этой теме. Ну, потому что в любом случае работа, она должна быть синхронизирована, наверное, на всех уровнях, и на нашем уровне, и на уровне экспертизы. Спасибо. Среди нас, участников, здесь есть те, кто, может быть, даже и против расширения этого списка, если появится оператор электронного документа оборота. Большинство, я думаю, за. Если это будет прописано, это будет, ну, не знаю, большое счастье. Конечно, определять будет непосредственно Федеральная налоговая служба, это понятно, но сама возможность открывающаяся, если она откроется, то это будет прекрасно. из тех, кто, многие задают вопрос, а кто же они, кто же, кто же это, кто же это, перечень удутцов, кто сейчас уже есть. В зале, вот на меня сейчас смотрят коллеги, кто уже, ну, 85% гарантии того, что они уже там, а эти 5-7, пока только банки, но и одно там есть исключение. Мы очень надеемся, что этот список со временем, наверное, все-таки как-то расширится. Называть не нужно, называть, пусть сам ФНС называет. когда он все это утвердит. Мы очень надеемся, что все-таки хотя бы фраза для оператора ИДО прозвучит. Вот так плавно мы, я прошу коллег чуть-чуть перейти еще к тематике как раз-таки концепции развития ИДО, ФНС, потому что, на наш взгляд, это полезная и нужная сейчас работа, причем для всех участников рынка и как для разработчиков систем электронных документов оборота, так и для тематики ДТС, для всего, где есть электронные подписи, она есть везде. По операторам ИДО, их сейчас в реестре ФНС-77, из них 55 основных операторов ИДО. Будут ли они подпадать под эту регуляторику, хотя ее сейчас никакой нет, вернее, никакой нет в части концепции, есть только внутренние приказы ФНС, на которые мы ссылаемся. С одной стороны, есть закон об электронном документе, то есть вот так вот правовое поле, оно сейчас, скажем так, цементируется, правильно так сказать. И также то постановление по межведомственному электронному документообороту. Причем интересы, если говорить по МЭДО, у них все же больше G2G, государственные интересы. И где-то, возможно, какие-то сервисы будут уже, и они уже сейчас работают непосредственно в связке B2G. Есть у нас регулятор по МЭДО, это Минцифра, и для электронного документооборота в хозяйственной деятельности, ну, так условно назовем, пока так аккуратно называем, ФНС. И по сути, вот два регулятора, которые способны сформулировать определенные правила игры. Хотя я слышал возражения от участников, участников Росео внутри нас, что, коллеги, не надо поддерживать с одной стороны эту идею регуляторики ЕДО, на что я всегда парирую тем, что, ребят, если мы не будем участвовать в этом процессе, как сегодня в начале круглого стола, то этот процесс сделают без учета интересов вообще нас. Поэтому сейчас ведется работа. В части межведомственного электронного документооборота экспертный совет утвержден буквально 5-9 сентября, Максуд Шадаев подписал приказ о создании реабилитации экспертного совета ПОМЭДО. Там находятся разработчики систем электронного документооборота в основном находятся. И есть экспертная группа, совет, я сейчас как раз коллегам тоже обращусь, чтобы немножко рассказали о той работе, которая ведется в развитии концепции электронного документооборота для хозяйствующих субъектов. Я знаю, что вы участвуете в этих совещаниях, здесь присутствующие их. Пожалуйста, прошу дать комментарии, какая работа ведется. Лена, ты тоже участвуешь в совещаниях и с главой ФНС, где-то было коллеги. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, в принципе, ФНС продолжает тренд развития ИДО. Для них это вопрос важный, одна из приоритетных задач. Я являюсь лидером подгруппы, в том числе по трансграничному развитию ИДО. Елена работает больше участник некоторых групп. Как участник Наталья вышла, она как раз у нас лидер подгруппы ИДО, она вышла из зала Никитина. Работа ведется в ФНС, сейчас меня будут опять критиковать, но никуда нам от этого не деться. Формирует нормативное поле для развития дальнейшего и проникновения технологии, потому что я не буду спорить, я гуманитарий и не мне судить о технологиях, каким образом они должны развиваться, но мы всегда идем от клиента и клиент в первую очередь какую бы технологию, какой бы продукт ему не предлагали, он всегда оценивает свои риски и спрашивает, а как я потом докажу это регулятору, в суде, контрагенту. Поэтому нормативное регулирование для клиента, для потребителя стоит зачастую на первом месте, даже выше, чем цена, поэтому технология может быть сколь угодно и прекрасной, но клиенты не готовы ее к себе внедрять, если они не понимают, как это потом они будут работать с этими рисками. И ФНС России также это понимает и активно идет, развивает, то есть они были драйвером в принципе создания такого понятия, как оператор электронного документа, оборота и продолжают активно развивать дальше это поле и мне кажется, что у них подход достаточно взвешенный. Егоров лично принимает участие в ВКС в этих совещаниях, за что ему большое спасибо. Он старается слушать то, о чем говорит бизнес, те бизнес-кейсы и примеры, которые приводятся и в принципе та работа, которая происходит сейчас, действительно показывает, что к нам прислушиваются и учитывают замечания, за что большое спасибо. Поддержу Анастасию, действительно очень рады мы тому, что ФНС такую активную позицию заняли и так хорошо воспринимает предложение бизнеса, очень чутко к всем предложениям относится и сейчас наверное есть три основных направления, которые раздроблены на несколько групп это выработка решений для того, чтобы максимальное количество форматов утвердить в ближайшее время или найти какой-то универсальный способ, который позволит масштабировать форматы и быстрее распространять электронный документооборот на разные сферы. Скорее всего здесь действительно уже каких-то революционных решений не стоит ожидать, в общем-то все в принципе уже более-менее понятно, как это будет складываться в дальнейшем. И конечно же здесь ФНС будет занимать лидирующую позицию среди других ФАИВов, это наверное самый продвинутый в плане утверждения форматов госорган. Поэтому я думаю, что и бизнес будет рад, если многие форматы, которые будут в дальнейшем появляться, они будут гармонизированы с тем, что уже утверждено Федеральной налоговой службой. Для бизнеса это означает меньше затрат на внедрение каких-то новых документов, быстрое масштабирование существующих вторая тема это конечно же электронное подписание. Понятно, что здесь ФНС вступает в конкуренцию с Минцифрой, но тем не менее все равно понимание практики, бизнес практики здесь будет очень помогать тому, чтобы в целом вот эту вот стратегию, концепцию развития электронного документа оборота сформировать правильно, с пониманием потребности бизнеса. Поэтому часть вопросов, которые мы сейчас наверное не очень оптимистично воспринимаем, что мы сможем их решить с Минцифрой, мы надеемся, что все-таки как-то при участии Федеральной налоговой службы получится это сделать, потому что очевидно у налоговой службы больше мотивации для того, чтобы стимулировать развитие электронного документа оборота, как это ни странно. И наверное третья часть, ну я здесь конечно не захватываю вопрос трансграничного взаимодействия, то чем занимается Анастасия, это конечно тоже важная часть, но она наверное к электронной подписи больше относится. И третья часть это операторы электронного документа оборота, их взаимодействие, каким образом можно стимулировать роуминг, это мне кажется вопрос, на который мы тщетно пытаемся найти ответ. Я думаю Анастасия сейчас еще прокомментирует эту часть. К этому же я бы отнесла наверное попытку найти какой-то универсальный порядок обмена документами с участием операторов, то есть кто какую ответственность несет сам участник электронного взаимодействия, оператор. И здесь наверное еще интересные решения будут нас ожидать в плане включения малого и среднего бизнеса в электронное взаимодействие. Как так сделать, чтобы компанию можно было очень быстро включиться в процесс обмена электронными документами, в том числе путем регистрации документов у оператора электронного документа оборота. То есть не передачи через оператора, а просто регистрация, использование любых других каналов для передачи электронных документов. По поводу роуминга, ну в общем, пока что нету, мне кажется, ясной позиции. Я думаю, что и Юрий, конечно, здесь должен прокомментировать этот вопрос. Все-таки поможет ли нам какой-нибудь роуминговый хаб, или не поможет, или какие-то другие должны быть правила игры, которые подстегнут организации к тому, чтобы они друг с другом сотрудничали. И я, наверное, здесь от себя еще скажу, что появляются такие проекты, которые роуминг должны просто ускорить, иначе просто эти проекты не состоятся. Например, моя любимая электронная транспортная накладная, в которой участвуют не два представителя бизнеса, не два хозяйствующих субъекта, а уже три. А сейчас, возможно, даже и четвертый туда присоединится. Что с этим делать? Как поступить, если в таком случае три или четыре оператора электронного документа оборота должны быть задействованы? Как между ними организовать обмен данными без каких-то понятных правил роуминга? Анастасия? Анастасия? Ну, я здесь добавлю, наверное, только то, что мы очень так плавно и логично к балансу между участниками вернулись, пусть уже с акцентом на электронном документе оборота. Не все со мной согласны, моя сейчас будет личная позиция, как эксперта, даже не от имени компании, что ситуация с роумингом, ну, лично мне очень напоминает ситуацию с сотовой связью на ее старте. Когда вот у тебя был мегафон, ты не мог позвонить на Билайн. Потом следующий шажок ты можешь, но очень-очень дорого. И то пространство, которое сейчас, когда я просто знаю номер, я могу с ним перейти к другому оператору, я уже не заморачиваюсь, какой оператор у моего собеседника, я просто набираю номер, звоню и уже успешно с привычной сотовой связью конкурируют мессенджеры, тот же самый WhatsApp и прочие звонки, зачастую качество связи лучше в силу проникновения интернета, стабильнее, чем сотовой связи. Я думаю, что примерно такая же эволюция состоится и на рынке до, рано или поздно. Я не верю в единого роумингового оператора, это, во-первых, а монопольная позиция, тем более предлагались несколько раз, это были коммерческие субъекты, участники рынка. Если некий хаб и возникнет, это должно быть государство и видится это ФНС России, если они на себя это возьмут, либо создание альтернативы, тут я думаю, Наталья Никитина как раз сейчас вернулась про роуминг, лучше расскажут, да, там или гиперссылки, которые в открытом доступе можно разместить и зайти без привязки к оператору ИДО или что-то иное, потому что действительно технология точка-точка показала себя как самой успешной, самой надежной интеграции, но действительно, когда операторов ИДО уже 77, и для менее крупных операторов надо придумывать какой-то аналогичный интерфейс. Здесь я лучше, вот Наталья передам и я не поняла, коллеги, как вы соскочили с темы на тему роуминга, но я вам могу сказать, что у нас есть рабочая группа в рамках ФНС России, кто там здесь представители, мы вот такском как минимум, да, и в рамках этой рабочей группы уже созданы проекты двух документов, это требования к операторам электронного документа оборота и порядок электронного документа оборота замена 174 приказа, и мы там прописали, как требование по обеспечению роуминга, там и сам процесс. И идея, ну вот я лично писала вот этот раздел про роуминг в процессном документе, идея там следующая, ну, во-первых, если оператор заключает договор точка-точка, это означает, что они несут ответственность в рамках этого договора, ну, и в рамках коммерческого договора они несут ответственность перед своими абонентами. Но если нет договора между операторами, тем не менее каждый оператор обязан обеспечить интерфейс для подключения в рамках роуминга. То есть он обязан согласно протоколу, который мы надеемся утвердить в НС России, обеспечить программный интерфейс, условия подключения, порядок авторизации и в принципе даже если у вас нет договора, через этот программный интерфейс можно работать. Еще раз говорю, вот соответственность, это первое. Второе, как в роуминге узнать, кому подключен участник электронного документа оборота. Вот эту функцию, мы надеемся, возьмет на себя ФНС, тем более, что она у них уже есть, была в рамках существующего приказа, у них уже есть база идентификаторов участников и туда можно будет обращаться, понимать конкретный хозяйствующий субъект, с которым вы хотите установить взаимодействие к какому оператору подключен, получать этот его идентификатор. Вот эта идея заложена, посмотрим, как это будет развиваться. Спасибо. И еще одна минута. Комментарий дам уже от Ассоциации Росео. Вопросы. Конечно, технологии точка-точка, это та технология, которую развивали и Росео-эксперты, и крупные игроки, начиная от 1С и крупных уступающих центров. Кто участвовал в создании этого стандарта, сейчас версия уже 14 в данном документе. По поручению ФНС мы прошли по 55 операторам ИДО с опросом, с очень кратким опросом, какие технологии роуминга используете. Если используется технология роуминга Росео, какая версия. На момент пятницы прошлой недели ответило 27, из них 26 используются технологии роуминга Росео как базовые. Кто-то уже на базе этого стандарта разработал свою технологию. Мы всю информацию ФНС как раз-таки уже выгрузили и догрузим, когда ответят остальные операторы. И очень надеемся, что это поможет как раз-таки при формировании, создании, внедрении в жизнь тех документов и тех правил. Потому что, на мой взгляд, нужно использовать то, что разработало, разрабатывалось и реализуется операторами уже годами, и брать самое лучшее из этого. И пусть оно, если будет полезно за все эти десятилетия, наверное, даже, та технология, которая разработана, ее возьмет за основу где-то ФНС, будет всем хорошо от этого. То есть без каких-то либо притязаний на то, чья это технология. Главное, что как раз как базовый стандарт, который пойдет и будет все-таки из этого большой плюс. Еще, да, на вопрос или спорный вопрос, хабы, либо мультиоператорность, либо какие-то другие варианты, буквально в кулуарах мы обсуждали с коллегой в первый же вечер о том, то есть вот перспективу этого вопроса, что меня убеждали, что, ну, путь точка-точка, это уже бессмысленно, тупиковый, ну, может быть. Он говорит, должен быть хаб, и уже даже есть мысли, как чей это хаб, с чем я не согну, я не согласился. Вот здесь это дискуссионная тема, у нас уже время вышло, поэтому самое лучшее направить всех работать, обращаться в экспертную группу непосредственно в ФНС. ФНС уже выбрал тех участников, экспертов, будет ли расширять, ну, по крайней мере, не знаю, но результаты мы все увидим, а если есть пожелания, то нужно обращаться к экспертам этих групп, которые здесь и присутствуют. Иван Андреевич, да, последний комментарий нам. Юрий Торченко, у меня комментарий не по поводу интернет-документ-обороты операторов роуминга, не про это, а про первую часть нашего исследования. Юрий Торченко, очень короткое предложение, в рамках подгруппы доверенности, еще проработать, вот прямо процедуру, может быть, блок-схему, что там с чем нужно проверять, когда вот есть машиночитаемая доверенность, есть электронный документ, вот оно все поступило, вот что с чем сверять, вот такая просьба. Да, мы вчера, на самом деле, много времени посвятили этому обсуждению, алгоритмы, а отчасти он уже прописан в оргтех требованиях, да, но я понимаю, что его надо более детально проработать, чтобы всем было понятно абсолютно, какие действия нужно совершать. Спасибо за предложение, обязательно к нему прислушаемся. Евгения. Буквально один комментарий по поводу концепции до ФНС. Концепция до ФНС, проект концепции, поступила официальным порядком на согласование и наличие предложений, там, комментариев в фонд Сколково, в Центр компетенции по нормативному регулированию цифровой среды, и уже сделана нами официальная рассылка на ТРГ. Вот, поэтому, видите, здесь получается, что, ну, эта концепция будет обсуждаться на, в том числе, на, ну, на всех имеющихся площадках, поэтому мы надеемся на то, что мнение бизнеса, широкого его представительства в этой концепции будет учтено в проекте. Знаете, наверное, последним вопросом мы получили ответ на нашу тему регулирования поиска баланса между интересами участников. Вот, среди тематики ЕДО, благо, баланс некоторый сохраняется. Посмотрим, что будет через три года, что изменится, наверняка что-то изменится. Уважаемые коллеги, спасибо вам, спасибо за вопросы, вопросы, вбросы, запросы, которые мы обсудили сегодня, и с своей стороны поблагодарю, давайте поблагодарим наших участников и соведущую Елену Ткаченко, руководитель направления правовых, экспертного совета, электронный документ, эффективная экономика, и правовых в том числе. Евгения Мешкова, руководитель направления правовых инициатив в Департаменте развития и планирования фонда «Сколково». Иван Янсен, бизнес-партнер по информационной безопасности «Сбербанк». Спасибо за активность. Анастасия Лобудская, советник генерального директора АО «СГБ Контур» Ассоциации «Росэлл». Юрий Витальевич Малинин, президент Ассоциации «Росэлл». Спасибо, уважаемые коллеги.